Еще раз говорю, что мы прошли разные пути, сейчас ситуация нормализуется. В целом, как мне кажется, как в политике, так и в культуре, необходимо, если мы говорим не об эстетических оценках, а все-таки и идеологических, и политических, и некое единое правило, нерушение страны и традиций, все остальное действительно может быть поддержано государством. Потому что перекос ни в одну, ни в другую сторону, ни к чему хорошему. Иван, я просто перепишу, что вы говорите какими-то общими словами, мне сложно, потому что я наблюдаю за какими-то конкретными движениями. И все, что я вижу, не укладывается вот в ту картину, которая выросла. Давайте поговорим о примерах. Хорошо, вот смотрите, я просто вот из своих собеседников буду приводить пример, людьми, с которыми я беседовал. Режиссер Рахель Гаус говорит, что после 2 мая в Одессе стало наконец-то дышать свободно, там этих полковников ГРУ, они сами себя сожгли, все прекрасно, замечательно, тут же получает финансирование на свой театр. Зимфира берет украинский флаг во время выступления в Тбилиси, там и машет, и она появляется в эфире у Владимира Владимировича Познера на Первом канале, хотя вообще мы с вами знаем, что Владимир Владимирович вообще людей из шоу-бизнеса крайне редко приглашает, он приглашает только политических тяжеловесов. Сергей Лазарев говорит, что в его системе координат Крым был и остается украинским, и тут же он едет от России на Евровидение. То есть я вижу конкретные примеры, ровно противоположные тому, что вот вы называете, это вот конкретные примеры. Владимир Владимирович, ну давайте тогда разбираться с этими примерами. Первое, отвратительная позиция Рахель Гауза в данном случае, безусловно, я имею в виду... Оценки финансирования какие-то замечательные? Сергей Лазарев, подождите, подождите. Это предмет некой политической и остальной оценки, и, наверное, это предмет в том числе и беспокойства московских властей, поскольку это муниципальный московский театр. Не знаю, насколько это напрямую коррелится жизнью театра, который недавно сгорел и переехал, но, в общем, в этом смысле бюджетное финансирование муниципальных театров как шло, так и идет. В Москве 86 театров, и, собственно, ничего... Если вы мне говорите о том, что Москва дала... После этой фразы, да, приехал руководитель культуры Москвы и вручил ему чемодан денег, то да, я бы поинтересовался. А если вы говорите о том, что театр продолжает бюджетно финансироваться, а что должны прямо сразу после этого... Я не знаю, я не знаю. Значит, это первое. Примеры Земфира, которые то берет флаг, то теперь с матом от него отказываются на гастролях. Мы не до конца его фразу слышали. Ну, вообще, вообще к финансированию культуры государственного отношения никакого не имеет. Как, впрочем, и не имеет позиции в данном случае, да, как бы журналиста Познера, который зовет себе по традиции, как он всегда объявляет того, кого хочет, и говорит о том, чем хочет. И это, в лучшем случае, проблема Первого канала, который, опять же, в этом смысле, к позиции культуры не имеет никакого отношения. Но про шоу-бизнес Сергея Лазарева и всех остальных людей мне остается только достаточно прискорбно, поэтому буду сказать. Но я, насколько слышал недавно, и Кинчев, Константин, тоже заявил, что в Крыму он пока не поедет, пока не определится некий статус Крыма. Андрей, кстати, вы ведь фанат Алисы, по-моему, мне кажется. Ну, да. Вы подскими, пожалуйста. Скорее я ожидал бы, например, может быть, я что-то путаю, я не хочу наговаривать, да, я бы скорее ожидал, вроде бы, другая позиция, согласитесь. Я бы хотел вставить небольшую ремарку, вспомнить событие немножко годовой давности, мы сейчас обсуждали Земфиру, Лазарева, фильм «Левиафан» Звягинцева, не совсем понятная ситуация. То есть, вначале ему выделили средства, часть каких-то государственных, а потом Мединский заявил о том, что средства были выделены неправильно. Вот в чем загвоздка? Вы знаете, к этому моменту я уже ушел из Министерства культуры, начиналась история с Левиафаном при мне, да, как бы у меня действительно был в гостях продюсер Роднянский, да, с рассказом об этом фильме, тогда он даже пытался, ну, собственно, я врать не буду, но тогда Алексей, он Александр Роднянский, да, говорил о некой истории Иова, да, вот, и даже я ему напомнил, что история Иова не так закончилась, да, если ты хочешь рассказать историю, замахиваешься, на что он, в общем, сказал, что это, так как бы, мнение режиссера и так далее, и так далее, да, вот. Вот, но это был просто предварительный разговор, заявки никакого отношения не имело, да, как бы, все-таки министерство еще помимо заявок, да, как бы, ведет некие разговоры, собирает некий портрет. Что после этого произошло, и в какой степени государство поучаствовало, брать не буду, не хочу подписываться. Не думаю, что государство, да, как бы, фактически помогало всему фильму во всем объеме, да, но, во-первых, я еще, и при этом я напоминаю, что, когда мы говорим государство, мы подразумеваем экспертный совет при Министерстве культуры, состоящий из кинематографистов, знатных кинематографистов, посмотрите, пожалуйста, все вывешено. И, наверное, в том числе там был распределение. Поэтому я вот, да, я считаю, что Левиафан это, будем так сказать, ну, я скажу так, мне фестиваль, устроенный Тавиберке после Левиафана, который поддержал, скорее, просто это место, которое якобы фильмом было проклято, гораздо больше по душе, чем сам фильм. Ну, а если, еще раз говорю, то, что я сказал продюсеру Роднянскому, а если они собирались снять библейскую историю Иова, то она не так заканчивалась. Вы не могли бы подробнее рассказать про сам фонд развития современного искусства, как он будет работать и кому будут эти деньги выделять? Значит, во-первых, сразу деньги. Вот видите, у вас фонд, это сразу деление денег. Правильно, вот видите, это так, это вот, да, как бы, а вы говорите чиновник. Я не знаю, что, разное важно для художника, хотя мы можем все действительно там свести к такой поддержке. Значит, фонд развития современного искусства, институция, которая будет, которая занимается развитием современного искусства. Согласитесь, уже неплохо. Вот, мы будем смотреть на все виды искусства, театра, литература, кино, изобразительное. Моя задача, да, ну, я не буду скрывать, да, как писали уже коллеги, я это подтверждал, что фонд создан при поддержке Кремля. Соответственно, это некий, в том числе, посыл, как Совриск, и его исчитал, как некий посыл для, ну, кто-то пугается, что это какая-то надзорная система, кто-то, как бы, зная меня, все-таки понимает, что это, скорее, площадка диалога с такой важной, я действительно считаю, что это важнейшая сейчас сфера искусства, современное искусство, которое претендует и небезосновательно на, вообще, портрет будущего, да, это не может не интересовать власть, да, по определению, ну, и, соответственно, да, как бы, всех, кто в это вовлечен.